всем привет сегодня я хочу показать как шить детский сарафан color block который сделан по мотивам женского здесь в принципе все то же самое только полочка цельная мы постарались показать посадку на разных детях на самых маленьких на самых высоких на средних девочки модели очень старались фотосессия для них конечно мероприятие сложное поэтому надеюсь вам понравится перед пошивом подготовьте ткань выкройка состоит из детали полочки со сгибом на каждой детали написано какой-то рост и обхват груди деталь спинки со сгибом тут также это все прописано указаны долевые выкройки данные с припусками на швы обязательно проверяйте проверочный квадрат и подготавливайте ткань перед раскроем далее деталь второго и третьего цвета тоже данные со сгибом вы можете кроить их как две штуки или как одну большую деталь со сгибом как сделала я я выкрою две детали полочки две детали спинки со сгибом одну деталь из второго цвета и две детали из третьего цвета так как на мои остатки цельная не влазила далее деталь полочки я кладу лицом на деталь спинки к лицу и стачиваю плечевые швы и там и там у нас будет один лиф это лицо а второй лиф это подклад утюжим припуски на швы в разные стороны у одного лифа наверху другого лифа на низ далее лиф лицевыми сторонами к друг другу складываем и скалываем иголочками горловину по всему периметру и как раз для этого мы утюжили припуски в разные стороны чтобы они не давали большую толщину далее стать чем на верлоке горловину там где у нас вырез аккуратно ткань разворачивайте в прямую линию смотрите чтобы вас не образовались складки и по всему периметру стачиваем только что прошитый шов утюжим и выворачиваем наш лиф далее припуск на шов я отстрочу на сторону подклада у лифа на расстоянии 1 миллиметр от края у меня лапка для зигзага ей и упираюсь в край и иголку перевожу в крайнее левое положение таким образом шов получается ровный и аккуратный только что прошиты шов утюжим вот что у вас должно получиться теперь я вот так скатываю одну сторону лифа во вторую сторону и скалываю иголочками пройму то есть у нас весь наш лиф оказывается внутри вот этой лямочки мы женский сарафан шили точно по такому же принципу только там еще передняя деталь собиралась из двух частей стачиваем пройму на верлоке шов не растягивайте напоминаю что кулирку легко можно растянуть шейте аккуратно только что прошиты шов утюжим и выворачиваем момент с выворачиваем я где-то потеряла поэтому ну я думаю сами разберетесь если что посмотрите в женском далее припуск на шов я отстречу на сторону изнанки лифа вот так вот идете лапкой до верха докуда сможете пройти до самого верха вы не сможете пройти вам не даст это лямка и далее с другой стороны начинаете также от верха докуда вам дает лапка подлезть и до самого низа отстрачиваете то есть у вас получается отстрочена часть проймы до сюда и небольшой кусок остается не отстрочен утюжим только что прошитые швы и повторяем все то же самое с другой стороны закатываем вот так вот лиф в нашу пройму проймы этот лиф огибаем с двух сторон скалываем между собой две проймы иголочками и стачиваем на верлоке далее скалывайте иголочками боковой переда с боковым спинки и у подклада и у основной детали вот так вот соединяйте их друг с другом и одним швом стачиваете сразу же и подклад и лицо с одной и с другой стороны после этого утюжим только что прошитые швы или выворачиваем по низу я провожу прямую строчку чтобы зафиксировать две стороны лифа между собой и снова утюжим только что прошитый шов далее второй ярус из второго цвета складываем друг с другом и стачиваем боковые швы у меня будет один шов у вас возможно два шва если вы выкраивали из двух частей теперь я проложу от одной стороны боковой до второй прямую строчку на натяжение 0 и то же самое сделал со второй стороны чтобы собрать в складке почему я делаю от одной боковой до 2 чтобы мне по всему кругу не стягивать а стягивать отдельный перед отдельно спинку так получается проще и с одной стороны затягиваем узелок с другой стороны делаем сборку сборка у нас должна быть длиной равной длине лифа после этого завязываем вторую сторону и складочки равномерно распределяем то же самое повторяете со второй стороны со стороны спинки после этого юбку вот так надеваете на детали лифа и по всему периметру скалывайте иголочками стачиваем на верлоке по кругу я шью по стороне где складки потому что если я кладу складками вниз они у меня куда-то расползаются это первое и второе шейте аккуратно кулирку не растягиваете это очень видно не забывайте утюжить каждый шов особенно важно не растянуть кулирку когда вы шьете лиф далее то же самое повторяете с нижним ярусом точно также его собираете и пришиваете и после этого припуск на шов внизу я подгибаю и я отстречу плоским швом на распашивалке также на этот шов нет никакой нагрузки поэтому если у вас нет распашивалки спокойно обрабатывайте низ на верлоке и подшивайте прямой строчкой на швейной машинке и даже если у вас есть распашивалка чтобы не перезаправлять кому-то этот способ покажется быстрее легче только что прошитый шов утюжим утюжим полностью весь сарафан и он готов всем спасибо за просмотр до скорых встреч пока пока